о предательстве Иуды. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Эти слова, по-видимому, ясны, и ничего более в них не подразумевается. Но если кто тщательно исследует каждое из этих слов, то найдет в них много предметов для размышления, и великую глубину мысли. И, во-первых, время. Ненапрасный ангелист означает его. Не просто сказал он, пошел, но при Павел. Тогда пошел. Тогда, скажи мне, когда это? Тогда. И для чего он означает время? Чего он хочет научить меня? Не без цели сказано это тогда. Тогда говорящий духом не говорит напрасно и без цели. Что же значит это тогда? Перед тем самым временем, перед тем самым часом, приходила блудница с алавастром сосудом мира и возлила этот елей на главу Господа. Она показала великую услушливость, показала великую веру, великое послушание и благоговение. Изменила прежнюю жизнь, сделалась лучше и целомудреннее. И когда блудница раскаялась, когда она снискала себе благоволения, владыка, тогда ученик предал учителя. Для того и сказано, тогда, чтобы ты не обвинял учителя в немощи, когда видишь, что ученик предает учителя. Сила учителя была такова, что она привлекала и блудниц к повиновению ему. Почему же, скажешь, обращавший блудниц не в силах был привлечь к себе ученика? Он в силах был привлечь к себе и ученика, но не хотел сделать его добрым по необходимости и привлечь к себе насильно. То есть Господь никого насильно не привлекает, а сказал, придите ко мне, все труждающие, примененные. Тогда пошел. Немаловажный предмет для размышления заключается в этом слове. Пошел, не быв призван первосвященником, не быв принужден необходимостью или силой, но сам по себе и от себя он произвел коварство и предпринял такое намерение, не имея никого сообщиком этого нечестия. Что вы дадите мне, и я вам предам его? Скажи мне, Иуда, этому ли поучал тебя учитель столько времени? Неужели ты забыл многократные советы? Не для того ли, говорил он, не берите с собой ни золота, ни серебра? С самого начала подавляя чрезмерно безумную любовь твою к деньгам, не увещевал ли он, говоря, «Некто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». За что, скажи мне, предаешь ты учителя? За то ли, что он даровал тебе власть над демонами? Так, что ты мог исцелять и болезни, и очищать прокаженных, и показывать много других подобных чудес. И так, за такие благодеяния ты так отплачиваешь ему. О, безумие! Вернее же, сребролюбие! Все это зло причинило сребролюбие, корень зол – сребролюбие, которое обращает наши души и попирает самые законы природы. Лишает нас рассудка и не допускает помнить ни дружбы, ни родства, ничего другого. Но раз ослепив умные наши очи, так и заставляет блуждать во мраке. Чтобы тебе яснее знать это, посмотри, сколько доброго изгнала эта страсть из души Иуды. Безеду с Христом, жизнь с Ним, общение, чудное учение – все это предало забвению, вкравшуюся в Иуду сребролюбие. Чтобы показать, что он предан по своей воле, послушай, что делает он. В самый момент предательства, когда к нему подошли вооруженные мечами и оружием, со светильниками и факелами, он говорит последним, кого ищите? Они не знали даже, кого должны были взять. Вот насколько бессилен был Иуда предать его. Он не мог даже видеть того, кого намеревался предать. Когда он был тут, и это при светильниках и таком изобилии света. Что на это намекает? Именно именно сказал, что у них были светильники и факел, и они все-таки не могли найти его, что видно из слов. Стоял же с ними и Иуда. Тот, кто сказал, я вам предам его, Господь ослепил ум их, желая показать собственное могущество, и чтоб они сознали, что предпринимают невозможное дело. Аминь. Храни всех, Господь. Спасибо.